Личность, индивидуальность, фантазия и творчество. Именно так расшифровывается название проекта. В нем принимают участие все ученики школы с 1 по 11 классы. У каждого здесь своя роль. Малыши получили возможность сделать уроки еще до прихода домой с помощью более старших друзей и просто весело провести время. А старшеклассники отвлечься от повседневных школьных будней и почувствовать себя наставниками. Инициаторами проекта выступили активисты Совета обучающихся Николай Кукин и Алина Каримова. Мы заметили, что дети после учебы приходят домой уставшие, у них нет никакого желания выполнять уроки или учить материал, который им задали. И мы подумали, что в школе мы могли бы сделать это так, чтобы они с удовольствием это делали. Коворкинг-центр разделен на три зоны. Фишка, микроб и окно. Каждая предназначена для определенных целей. Например, в зоне фишка школьники совместно занимаются творчеством и общаются. Здесь каждый может проявить себя как художник, конструктор, декоратор. Зона микроб – это разновозрастное сообщество. Здесь можно получить помощь в подготовке к урокам, олимпиадам, конкурсам, отдохнуть в зоне Wi-Fi, зарядить мобильный телефон, почитать книги и поиграть. Волонтеры, уже взрослые ребята, сами в восторге от проекта и стараются проводить здесь каждую свободную минуту. Для них это не просто проект, это проявление их жизненной позиции. Мы строим нашу работу таким образом, чтобы детям было интересно и чтобы они могли сами реализовываться там и принимали участие в подготовке и проведении мероприятий. И были, конечно же, их инициаторами. Очень рад за них, за детей, что у них появилось такое местечко, уголок, где могут им помочь и реализовать их творчество. Ну, что у меня такого не было, это, конечно же, очень жаль. Проект «Лифт» направлен на организацию внеурочного пространства детей, в первую очередь из малообеспеченных семей, детей, незанятых, в кружках, испытывающих затруднения в выполнении домашних заданий. Но прийти сюда может каждый. Здесь рады всем. Модератор Центра, социальный педагог школы Людмила Васина отмечает, что благодаря такой работе можно лучше узнать ребенка и помочь ему в решении жизненных трудностей. Мы за ними наблюдаем, мы с ними имеем возможность тоже пообщаться, приблизиться к ним. Они часто бывают немножко несоциализированы, необщительны, может быть, так очень робки бывают, или же наоборот, испытывают трудности в общении, бывают слишком агрессивны. У нас есть возможность разобраться немножко в их проблемах, в их нуждах и тоже помочь. Мне, как социальному педагогу, этот центр очень и очень полезен, и я рада, что он возник и развивается. Он нам очень поможет. Самая насыщенная в плане творчества зона – это зона «Окно». Здесь школьники репетируют и воплощают в жизнь все свои замыслы. Именно тут проходят публичные выступления и демонстрация талантов. Младшие ребята очень довольны появлением такого центра в учреждении. Это очень хороший проект. Там очень много хороших и добрых волонтеров, которые нам помогают делать уроки и много с нами играют. Мне нравится, что здесь можно позаниматься, уроки сделать, прессовать, с детьми поиграть и посмотреть разные фильмы. В «Лифте» проводятся и тематические дни, такие как День гостей или День труда. Ребята все вместе сажают деревья, убирают территорию, встречают гостей. Авторы проекта – Алина Каримова и Николай Кукин – возлагают большие надежды на центр. Здесь можно научиться работать в команде, получить новые знания и навыки, познакомиться с интересными людьми. К реализации проекта подключился и школьный волонтерский отряд «Данка». Теперь вся школа живет под девизом «Лифта» – делать сегодня то, о чем другие подумают завтра. Светлана Разганова, Виталий Степанов, Марина Якубишина, Десна ТВ.